ЗВОНОК В ДВЕРЬ Экскурсию по подводной лодке мы начинаем с первого отсека. Мы находимся сейчас на нижней палубе, вот там, но с подводной лодки надо мной палуба торпедная. Там сосредоточено все вооружение. Варшавянке показывать его мы не имеем права, поэтому давайте посмотрим, что здесь. Здесь кают-компания, рассчитанная на 10 человек, завтракают, обедают и ужинают. Здесь три смены, обратите внимание на софиты. При необходимости кают-компания может быть переоборудована под операционную. Дальше. Тактико-технические характеристики подводных лодок и кораблей наших заокеанских друзей, которые обязан знать российский подводник. Следующее помещение каюта-командира. Здесь мы должны познакомить вас с командиром. Здравия желаю. Ваша каюта расположена над вторым сердцем корабля, а это является аккумуляторная батарея первого и третьего отсека, который является основным сочником питания для двигателей в подводном положении. Итак, под нами аккумуляторы, над нами торпедная палуба, где находится самое ограженное мощное оружие воорского флота. А теперь, внимание, вопрос, уважаемые телезрители. Что расположено в красном ящике на входе в торпедный отсек? Читаем. Ящик для курительных и зажигательных приспособлений. Конечно, курить на лодке запрещено, но на улице же можно. И если у вас в кармане завалялись спички или зажигалка, на входе в торпедный отсек их надо сдать. Оставив командира заниматься своими делами, из первого отсека мы переходим во второй и поднимаемся на уровень выше. Здесь самое главное место подводной лодки – центральный пост. Но туда мы сейчас не пойдем, там мы еще не раз побываем, поэтому продолжаем движение в сторону кормы в третий отсек. Третий отсек на лодке бытовой. Здесь расположен гальюн, в него мы не пойдем. Душевая. Пропустим мимо, заглянем в камбуз. На лодке питание четырехразовое, поэтому Коку надо быть настоящим шеф-поваром, чтобы в этом тесном пространстве готовить на 50 с лишним человек, которые к тому же едят посменно. Кто не знает, лодка живет по боевым сменам. Каждая длится 4 часа. Здесь мы видим входы в каюту. Открываем дверь. Пожалуйста. Обращаем внимание на то, что здесь высота где-то метр восемьдесят, ширина сантиметров шестьдесят. И в отличие от атомной подводной лодки, где было бы гораздо свободнее, здесь в этом пространстве живут аж шесть человек. Что поделать дизельной подводной лодкой? Идем дальше. Для сравнения, перед вами каюта матросов на атомной подводной лодке проекта «Ясень-М». Те же шесть коек, но площадь каюты в два раза больше, кровати не трех, а двухъярусные, и сами койки заметно шире. Кроме этого, в каюте помещаются стол, стул и шкаф. Впрочем, условия на Варшавянке царские по сравнению с тем, что было раньше. Эти кадры сделаны на борту первой серийной отечественной подводной лодки проекта «Д-2 Народоволец». Кают для матросов здесь вы не найдете, койки прямо в проходах и даже посреди торпедного отсека. Интересная, конечно, идея. Получается, ты живешь в этом отсеке, спишь на койке, а над тобой спит или под тобой торпеда. Рядом, рядом с тобой спит торпеда.